Жаргон царской тюрьмы Некоторые нецензурные слова и выражения будут пропущены Работа Процесс совершения какой бы то ни было кражи Работать Работница Работнички Так на языке профессиональных игроков называются пальцы Разобрать Смотри душник Разоряться Смешить, развлекать, потешать, подзадоривать Райзен От немецкого путешествовать Турне предпринятая Морвихером для совершения краж в известных заранее намеченных городах Особенно на значительном расстоянии от его постоянного места жительства Также крупная карманная кража, совершенная случайно на станции железной дороги Не смешивать со стиркой Смотри мойщик Рокол Множественная роклы На жаргоне южных тюрем Босяк Распрягать Ловко и незаметно расстегивать у жертвы пуговицы сюртука или пиджака И отогнуть полу для того, чтобы иметь возможность проникнуть во внутренний боковой карман Рваный Пассажир, которому приходилось несколько раз уже уличать шулеров в нечестной игре Рвать нитку Смотри нитка Рводка Один из инструментов, которыми пользуются кассиры В кавычках Для вскрытия железных шкафов и несгораемых ящиков Ремешок Первое Азартная игра, основанная на умении складывать нитку, веревку или ремешок в расположенные известным образом петли Второе Смерть от внушения Ренцель Немецкая Всякая сумка, портфель, саквояж, дамский мешочек, чемоданчик Рисовать Метить для игры наверняка карты либо посредством резинки, которую в известном месте надирается блестящая рубашка их, вследствие чего это место теряет свой первоначальный глянец и тускнеет, либо посредством миндаля, воска, воды и фосфора Бывают случаи крайне редкие, что карты рисуются особым химическим составом, видимым лишь сквозь темные стекла, пенсне или консервов, которые якобы страдая болезнью глаз, носят шулер во время игры Рисовка Рисовка Смотри глаз Рогожка Денежное подаяние, сходившееся к преступнику за время шествия его из тюрьмы к месту торговой казни и поступавшее к палачу, чтобы он милостивее бил Родственники, приговоренного к телесному наказанию, платили палачу иногда большие деньги, до 10 тысяч рублей, даже как читаем в чтении общей истории и Древней России 1859 года, книга 4 Чтобы он не изувечил и насмерть не убил Получаемый из казначейства пачки новых кредитных билетов Романов хутор Романова хутор Смотри кича Рубить Рубить бока Выражение, означающее съемку ловким движением пальцев карманных часов с кольца цепи, на которой они находятся Ружья Самодельные карты, употребляемые в арестантских ротах, куда пронос настоящих крайне затруднителен Такие карты имеют вместо очков цифру, определяющее значение я и в одном из углов изображения масти Фигуры изображаются цифрою, окруженную венчиками Король 4, дома 3, валет 2 Смотри, святцы Чалдонка Рукасуй Нищенская сума Также мешок, в котором хранится арестантам чай, сахар и табак Ручка Осталась ручка, смотри, покурить Рыжачок Пятирублевый золотой Рыжевье Золото, всякие золотые изделия и вещи На западе зовется также фиксом Рыжик десятирублевый золотой Рыжий Золотой Рыхта Приготовление крупной кражи или значительному угону лошадей Резать Резать паутину Красть цепь, цепочку Не смешивать с выражением «рвать нитку» Решеный Преступник, приговоренный к каторжным работам на более чем 12-летний срок Рештаг Арестантские роты Либо искаженное сокращенное слово «арестантский», либо произведенное от слова «решетка» Саватейка Смотри, охотиться за саватейками Салмак Городовой Самородок Смотри, скачок Самосадка Запрещенная законом, частным лицам, выделка и кормчество вином Сара На волотном языке «Сибири» деньги, бумажные и металлические Саренка Мелкие серебряные деньги 5, 10, 15, 20 копеек Мелочь Смотри на сыпуха Сблотоваться Пристать к преступному миру и стать его членом Свайка Мужской половой орган Свист Так называется прием, употребляемый иногда шулерами при понтировке в игре «Штос» Материал для такого приема приготовляется следующим образом По краям некоторых карт колоды, либо фигур, либо имеющих четное или нечетное число очков, либо начинающихся на буквы «Т» и «Д» или начинающихся на другие буквы, проводятся тупым перочинным ножиком, от чего края этих карт чуть-чуть загибаются вовнутрь Карта, врезаемая шулером в колоду при съемке или резке, входит в нее либо свободно, либо задевая загнутые края карты, чего получается неуловимый для профана, но достаточно характерный для шулера своеобразный звук «Свист», благодаря которому он уже знает, какая именно карта будет в лоб, то есть наверху колоды Своя – так называется особым образом приготовленная карта, которую шулер пускает в колоду во время игры Карта эта мочится в известном растворе, затем держится некоторое время на холоду, отчего она приобретает плотность и упругость, ничем не отличаясь по наружному виду от других Во время игры карты треплются, делаются более мягкими, лишь одна своя не портится и сравнительно с другими делается даже несколько больше и шире Такая карта кладется шулером в то место колоды, где пассажиру для своего проигрыша нужно, снимая, разделить ее Снимая карты, он невольно хватается пальцами за свою, края которой, несколько незаметно, впрочем, для глаз, выдвигаются из колоды И вследствие этого разделяет колоду именно так, как это входит в расчет шулера Такая своя заменяет собой часто коробочку Свежий, блатной, оперирующий в более широких размерах, чем кукольник и продающий под видом пачек фальшивых кредитных билетов, изумительно хорошей работы, колодки и россыпи Называются они так, ввиду того, что настоящие кредитные билеты, употребляемые ими для обертки колодок и россыпи, всегда новенькие, свежие Свет, светом мотать, играть в югу Свеча, смотри, ходить Свешить, приговорить к большому продолжительному сроку заключения Святцы, так на тюремном жаргоне называются карты Составителю словаря приходилось не один раз слышать в московских тюрьмах наименование их также «сьянцами» или «сьянцами», что он полагает искаженным словом «сьянц» Святцы делятся на лакши, ружья, челдонки, стирки Сгонщик Сообщник шулера, сгоняющий во время поджога, в кавычках, понтеров к его столу, рассказывая им о его фатальном невезении, о его неумении вовремя остановиться, о громадных уже проигранных им в других местах суммах и так далее, и так далее Сгореть, смотри гореть, смотри засыпаться, огонь Селедка, смотри ходить Серьга, замок, называется также собачкою, ибо стережет помещение Сигналист Сообщник шулера, не принимающий участие в игре, сидящий в качестве зрителя за спиной пассажира и дающий условными сигналами знать игроку, какие именно карты на руках его партнера Такой сигналист называется также стрелочником Сидор Дворник, смотри дубак Снежировать Ловко и незаметно заменить Французское Шанже Кредитные билеты, находящиеся в бумажнике жертвы, подкидчика, или золотые и серебряные монеты, находящиеся в его кошельке, пачкой резаной бумаги или оловянными пуговицами Сеанцы Смотри святцы Сказаться Смотри дома Скакари Домушник, прибегающий для совершения краж в жилых помещениях ко взлому Такой вор работает обыкновенно на скок, то есть сразу решительно, без особых подготовительных работ и без сложных инструментов Скакать Воровать на площадках конок Скала Всякий внутренний карман называется также скулою, а посему покупка со скалы или из-за скулы кража, совершенная из внутреннего бокового кармана Скамейка Кобыла, специально прирученная к похождениям оборотников Такая скамейка удивительно умеет обольщать жеребцов и побыв несколько времени в табуне, уводит затем за собою всех паничей Скачок Скачок Сравни домушник Скачок самородок Смотри подбор Скок Смотри скакари Скрипка Смотри играть на скрипке Скула Смотри скала Скуржа Серебро, серебряные вещи и изделия Скуржаной Серебряный Скуржаной Смотри скуржа Сламщик Всякий имеющий право на получение слама Слам Часть похищенного, приходящаяся на долю каждого соучастника кражи со взломом При покупке такая доля называется мотию при гранде дуваном Слеза Слезу пролить Выражение, означающее быть захваченным на месте преступления во время совершения взлома Слизница Письмо, отправляемое заключенным, к родным или к знакомым с просьбой оказать материальную помощь и неоплаченная маркою Слезу пролить, смотри слеза Сложить и сбить до смерти Слепой, смотри без глаз Совершить кражу на слепую, на удачу, без наводчика Смолить Курить Смолка Табак Собака На жаргоне шулеров 100-рублевый кредитный билет Среди сибирских острожников колокол, который лая, сзывает катаржан на работу Собачка, смотри серьга Солнцеворот Смотри кувыркало Сопля Бортовая цепочка для часов Смотри веснушки Сорваться Удачно выпутаться из рук полиции Также быть оправданным по суду Соренка Смотри соренка Составитель Смотри подводчик Спиридон Смотри кувыркало Сплавка Прием, употребляемый довольно часто шулерами для того, чтобы взять наверняка малоопытного еще и лишь начинающего свою карьеру шулера, имеющего небольшие деньги. Они извещают его, что имеется ввиду полнокровный пассажир, с которым можно свести игру. Но у них в данную минуту случайно нет денег, и в силу этого обстоятельства они, боясь, что другие игроки перехватят пижона, приглашают его за известную долю с выигрыша дать им денег на игру и самому принять в ней участие. Под видом пассажира является незнакомому юному шулеру игрок, который в короткое время обыгрывает всех принимающих участие в игре и якобы вспоминая, что у него есть спешное дело, прекращает игру и уезжает с деньгами. Оставшиеся шулера долго и горячо спорят о том, кто виноват, что они попали в переделку, успокаивают потерпевшего, что тот их рукам не минует, а затем разъезжаются в разные стороны и снова съезжаются в заранее условленное место, где их уже ожидает выигравший, чтобы вручить каждому свою долю. Спуск. Прием, употребляемый шулером при игре в Штос, когда вместо одной он сносит две карты. Углы карт смазываются для этой цели обыкновенно хиной, почти незаметной, но обладающей значительной уклейкостью. Когда шулеру нужно спустить две карты, он движением пальцев надавливает верхнюю на нижнюю, они склеиваются и сбрасываются как одна. Есть шулера, носящие на пальцы перстень с острым камнем, которым, когда нужно сорвать две карты, они прокалывают верхнюю и следующий за ней и сбрасывают их вместе. Нужно заметить, впрочем, что в настоящее время к такому приему шулера прибегают крайне редко. Срубить. Сорвать карманные часы с кольца, если нет возможности купить их вместе с паутиной. Старший. Прокурор. Смотри, дворник. Стирка. Смотри, мойщик. Купец. Стирки. Неполная колода карт, пополненная картами из другой разрозненной колодой, с которой либо стерты лишние очки, либо пририсованы недостающие. Стойка. Адвокат, назначенный от суда быть защитником подсудимого. Хошь не хошь, а стойка. Столевская часть. Воровство со взломом. Стрема. Арестант, поставленный на стражу, обязанный условным криком, свистом или известным словом давать знать играющим в карты о приближении опасности в виду начальства или надзирателя. Поэтому стрёмить, следить, наблюдать, сторожить, выслеживать. Стрёмить. Смотри, стрёма. Стрелок. Смотри, стрелять. Стрелочник. Смотри, сигналист. Стрелять. Заниматься нищенством. Посему названием стрелок определяется профессиональный нищий, зарегистрированный комитетом. Стукалки. Смотри, бока. Стуканцы. Будильник. Стучать. Говорить, спорить, вести беседу. Судаки. Двое непременных, безгласных членов суда. Сука. Смотри, борзой. Сулейка. Бутылка, стеклянная посуда. В переносном смысле водка. Сумырь. Чёрный хлеб, называемый также частиком. Суфлёра. Смотри, бедка. Схаверовать. Смотри, хаверовать. Счастливчик. Так называется бурч, сообщник подкидчика, подымающий находку. Сьянцы. Смотри, святцы. Серые. Смотри, лопать. Серый барин. Смотри, антихрист. Серячки. Спички. Смотри, зайчики. Таланно-майдан. Приветствие и пожелание, произносимое в сибирских острогах, всяким подошедшим, играющим в карты или ёлку, арестантам и означающее счастье на игру. Шайтан-нагайтан. Чёрт тебе на шею, отвечают суеверные игроки. Тальянка. Смотри, ломать. Тоскун. Смотри, Иван-тоскун. Тащить нищего по мосту. Выражение, означающее петь что-либо заунывное или грустное. Т и Д. При выполнении шулерами некоторых верняков, при игре в ШТОС, например, является необходимость разделить колоду на две части карты, которые были бы связаны между собою какими-либо свойственными лишь им индивидуальными особенностями или приметами. Иногда колода делится на 24 карты, названия которых начинаются на букву Т или Д. Туз, двойка, тройка, девятка, десятка, дама. И на 28, названия которых начинаются на прочие буквы. Четвёрка, пятёрка, шестёрка, семёрка, восьмёрка, король, валет. Такой способ деления колоды и называется способом Т и Д. Часто также колода делится на 24 карты. Туз, тройка, пятёрка, семёрка, девятка и дама с нечётным числом очков и 28 карт, двойка, четвёрка, шестёрка, восьмёрка, десятка, король и валет с чётным числом их. Такой способ деления колоды называется способом Чёт и Нечет. Телефон, длинная верёвка, при помощи которой заключённые в верхних этажах тюрьмы опускают через окна письма и другие небольшие предметы, содержащиеся в камерах нижних этажей. Темнить, бить по голове, смотри, затемнить. Темнота, наркотические средства, употребляемые мойщиками для усыпления своих жертв. Тёмный, краденый. Тёмный киф, смотри, киф. Тёмный наводчик, смотри, наводчик. Тепло, смотри, лопать. Тимофей, палач. Заплечные мастера, поступавшие в это звание из непомнящих родства, выбирали обыкновенно себе фамилию Бархатовых в честь известного в сороковых годах в Москве палача Бархатова. Типошник, блатной, живущий на средства, добываемая марухою, занимающаяся проституцией. Сравни код. Тихая. Сторговать, что на тихую, проникнуть среди белого дня в квартиру, зная, что там находятся люди, и совершить кражу верхней одежды из прихожей. Торбохват. Мелкий вор, занимающийся кражами съестных продуктов, свозов на рынках и базарах. Торговать, смотри, купец. Торговец, смотри, купец. Тох. Удобный и подходящий момент для совершения кражи. Также крупный солидный куш. Также счастье, удача, радость. Трава. Табак, махорка, смотри, дым. Тройножка. Небольшой стальной инструмент о трех палочках на шарнирах с птичкой на конце, потребляемой «кассирами» для взлома несгораемых шкафов и ящиков. Птичка представляет собой два острия в виде орлиного клюва, причем три палочки отделяются от клюва зубчатым колесом, передающим движение палочек птичке. В шкафу сверлят небольшое отверстие, чтобы птичке было за что уцепиться, приводят в движение палочки и из-под птички начинают лететь во все стороны опилки металла, из которого сделана касса. Птичка режет бесшумно, с легким шорохом, как ножницы режут толстый картон. С помощью хорошей тройножки можно в короткое время вскрыть любую кассу так же легко, как открыть ключом коробку с сардинками. Трапезон. Скупчик краденого зерна, овса, муки и крупы у рабочих, занимающихся переноской укулений. Иногда трапезон, идя за грузчиком, прорезает с согласия последнего, конечно, лежащий на спине его куль, зерно сыплется прямо в подставляемый сзади мешок. Трекать. Трогать, ощупывать. Трокать. Тракаться. Трекнуться. Заметить, догадаться, спохватиться, обнаружить совершенную кражу. Трокнуться. Трелить. Сейчас же, после совершения марвихером покупки, требовать от него мотю. Требовать ее настойчиво, нахально, таким образом, что вору из опасения и неприятности ничего не остается, как удовлетворить выследившего и уловившего момент совершения им покупки, в кавычках, матьента и нугеера. Трепать. Болтать вздор, говорить пустое, врать, повторять что-либо уже давно и всем известное. Трепать. Пустой, не заслуживающий внимания и веры в своей среде арестант. Три сбоку. Старший тюремный надзиратель, имеющий на плечах три пломбочки. Смотри два сбоку. Трокать, трокаться, трокнуться. Смотри трекать, трекнуться. Трясучка. Шатиленко. Смотри веснушки. Тувиль. Смотри кожа. Туковать. Переговариваться путем перестукивания по особой системе расположенных букв. Средство общения между заключенными в одиночных камерах. Буквы расположены в следующем порядке. Ряд первый. А, Б, В, Г, Д. Второй. Е, Ж, З, И, К. Третий. Л, М, Н, О, П. Четвертый. Р, С, Т, У, Ф. Пятый. Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Шестой. И, Ю, Я. Чтобы простучать желаемое слово, выстукивают сначала цифру, соответствующую ряду, в котором находится нужная буква. Затем, после короткой паузы, цифру, соответствующую месту, занимаемому этой буквой, в ряду. Между отдельными словами делается более продолжительная пауза. Тырить. Тырнуть. Прятать. Скрывать. Тырь. Также тыц. Сигнал, которым карманный вор дает знать своему сообщнику, что последний должен приступить к оттырке от него жертвы. Тыц. Смотри тыри. Тырить. Тыринг. Тыринг. Субтитры сделал DimaTorzok